Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его посланнику, Его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракетух. Следующая серия о разных темах из Корана. В прошлой серии мы говорили о том, как человек познает Аллаха. Аллах ниспослал Коран, в котором есть все, чтобы мы смогли установить связь с Аллахом. Всевышний Аллах использует разные подходы, чтобы рассказать нам о себе, чтобы мы смогли установить с Ним связь. Аллах рассказывает нам о последствиях разных видов образа жизни. Аллах рассказывает нам о фараоне и дает понять, если будете жить так же, вас постигнет то-то. Также Аллах говорит о своих дарах, которыми Он нас наделяет. Чтобы мы, читая Коран, размышляли над тем, что Аллах дает нам, чтобы наша связь с Ним укреплялась через благодарность за все эти дары. Также Аллах предупреждает нас о том, что ждет после смерти, на судном дне, в вечной жизни. И Аллах периодически говорит обо всех этих вещах в Коране, чтобы мы, проникаясь этими мыслями, приближались к Аллаху. Многие аяты на эту тему были ниспосланы в благородной Мекке, то есть в ранний период ислама. Аяты мединского периода были уже на другую тему. В аятах, которые были ниспосланы в Медине, Аллах говорит, Снова и снова Аллах это повторяет. Потому что на момент, когда мусульмане в Медину переселились, их вера окрепла. А в ранний период, в Мекке, Аллах говорил, Потому что Аллах обращался к тем, кто еще не уверовал. Мусульмане были тогда, но не с такой крепкой верой. Когда Аллах в Мекке Коран не спосылал, в аятах шел призыв уверовать. А уже на момент жизни в Медине, когда у мусульмана крепла вера, Аллах не спосылал приказы. Делайте то-то, делайте то-то, делайте то-то. Чтобы наша вера была крепкой, мы должны окружить себя факторами, которые укрепляют веру. Вот мы с вами, благодаря Аллаху, такие счастливчики. Как же нам повезло. Большинство, кто сидит здесь, 99% из них, не искали веру. Она сама постучалась к нам в дверь. Мы об этом даже не просили. Нас воспитали с верой. Один из моих шейхов взывал к Аллаху с такой мольбой. Он говорил, о Аллах, ты создал меня человеком, таким прекрасным творением. И из всех людей, тобой созданных, ты сделал меня верующим. Причем ты сделал меня верующим именно из общины Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям. Лучшего из своих посланников, последнего пророка. То есть у нас с вами вера с детства. Да воздаст вам Аллах благом. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракету. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.